Всем привет, мои хорошие! Спасибо, что заглянули на мой канал. И сегодня я хочу отметить вместе с вами 170 тысяч на моем канале. Долго думала, что же такое интересненькое снять. Девчонки писали в инстаграме, только не торт. Торт это слишком банально, уже сто раз торт был и просто так, давай что-то, чего не было. Я долго искала, хотела купить миди и наконец-то купила здесь 37 штук. Не знаю, смогу ли я все это съесть. Потому что, вот абсолютно искренне вам говорю, даже не пробовала за кадром. Никогда в жизни я не пробовала миди. И это будет мой первый раз. И миди, значит, здесь необычный, это миди долма. То есть не только внутри здесь миди, но еще и рис. Вот так вот выглядит. Они небольшие, но сказали, что очень вкусные. Поэтому давайте приступим. Так, я даже не знаю, как это едят, если честно. Сделаем вот так. Вот они немного остыли, правда. Берем лимончик. Вот так вот нажимаем. Так, с вилкой или с чем это едят? Исправляйте меня в комментариях, если я делаю что-то не так. Вкусно. Вкусно, но необычно. Никогда не пробовала. Решила вот начать. Там были очень крупные миди. Они стоили дороже. Я решила взять вот более мельче. Очень вкусно. Если вы никогда не пробовали, я вам настоятельно советую попробовать миди. Хотела сказать огромное спасибо всем, кто подписался на мой канал. Мне безумно приятно присутствие каждого из вас. И даже если вы меня смотрите, мне будет очень приятно, если вы просто нажмете на кнопку и подпишетесь. Когда я начинала свой канал, я просто реально подумать не могла, что у меня будет так много подписчиков. Некоторые вот мне желают, там, дай бог, ай-ка миллион. Вот честно, я не верю, что у меня будет миллион. Ну вот никогда не верю. Звонит мне мой парень. Алло. Я снимаю видео. Давай потом поговорим, да. Он говорит, всем привет, мои хорошие. Продолжим, не будем терять ни времени, ни сил. Мы разговорим. Кто бы знал, что так все вкусно. Это вообще пушка, ребят. Мне все говорили, давай миди, миди, миди. Так я представить не могла, но они немножко острые. Я как бы сильно острые не люблю, но при этом, при всем. Знаете, такая доставка хорошая. Там у них не только миди, что угодно. У них там и осьминоги есть, и креветки. Вот, гляньте. Ну, гляньте. Однозначно я одобряю. Если вы не пробовали, пробуйте. О чем я хотела с вами поговорить. Сегодня у меня день прошел максимально продуктивно. Я не потеряла ни одной минуты времени. Пошла в банк, решила свои вопросы. Без очереди получилась. Еще я записалась насчет прыщей. Одно дело дермокосметолог, который делает инъекции. Это другой человек. А есть косметолог, который как раз специализируется на проблемах с кожей. Я вроде записалась, записалась на 3. И прихожу, и там столько народу. Я спрашиваю, девчонок, а вы записались на сколько? Мне говорят, мы тоже на 3. Я такая думаю, блин, зачем так делать? Зачем вообще записывать людей, если 8 человек вы записали на 3? Короче, подождала я немножко. Потом подумала, да ну нафиг. И ушла. Мне кажется, это максимально неуважительно к своим клиентам. Записывать людей, а потом там такая очередь. У меня как раз дела были. Мы после этого с мамочкой должны были сходить купить ей пылесос. Я подумала, что я тут буду время терять. Потом моя мамочка будет меня ждать. Я решила забить. Да и вообще там в очереди девочки с такими проблемами были. Там просто все без макияжа приходят, чтобы доктор смог посмотреть и вынести свой вердикт. Я просто глянула налево, направо. И поняла, что у меня проблем с кожей нет. Жизнь прекрасна. И так пойдет. Знаете, все больше и больше я начала обращать внимание на людей вокруг. И я замечаю, что редко можно найти девушку с прям идеальной кожей. У всех в основном есть какие-то хоть небольшие, но проблемы с кожей они имеются. Поэтому... Пофиг. Как же это вкусно. Я советовала с девчонками. Девчонки говорят, ой, много. 37 штук это очень много. Зачем тебе так? Возьми 15. 15 тебе достаточно. Хорошо, что взяла много. Потому что у него ничего здесь нет. Одна ложечка. Сходили с мамочкой. Купили ей наконец-то пылесос. Давно у нас уже не было пылесоса. У нас сломался еще, наверное, года 4 назад. И вот мы жили без пылесоса. Мама все время мне говорила, надо купить, надо купить. Я говорю, ну давай сходим, возьмем. Сходили, взяли. В магазине такой продавец был клевый. Он помог нам донести до дома этот пылесос. Такое обслуживание. Вот таких вещей в Азербайджане не занимать. Элементарно в продуктовый магазин заходишь, у тебя большие сумки. Все там, консультант тебе сразу говорит, давайте я вам помогу. Не из-за денег, что вот заплатите мне деньги, я вам помогу. А реально просто, чисто от души. Наверное, специально их и нанимают для этого. Чтобы как бы у клиентов сложилось правильное впечатление, хорошее о супермаркете. Ну, у меня, по крайней мере, так. Я просто смотрю, я офигеваю. Я всегда говорю, нет, я сама, вы что? Я баба-мужик еще тот. Но все равно, хотя бы даже вот предложить это мелочь о приятном. Вот. У меня так постоянно лазали. И в прошлый раз сидела, ждала, ждала, ждала. Но, правда, я без записи пришла. Вижу, потом еще одна девушка пришла. Пошла там отдать кольцо ювелиру. Просто этот ювелир находится, не знаю, в пяти метрах от лазерной эпиляции. Я сказала, что я буквально там на пять минут. Пошла-пришла, вижу там уже другие люди. То есть моя очередь уже прошла. Все, сиди, опять жди. Забила, пошла в другое место. Хотя именно там мне очень нравится, как делают лазерную эпиляцию. Немножко открывать сложно. Ой, как остро. Единственный момент. Очень острая. А так пушка. Так вкусно, дича. Поэтому вот так вот не люблю ждать. Не люблю сидеть в очередях. У меня раньше, знаете, когда были брейки, то у меня был такой стоматолог. Это был вообще ужас какой-то. Ты записываешься, например, в три. Приходишь в три, сидят, например, там уже шесть человек в очереди. Я уже не ждала. Разворачивалась, уходила. Просто каждый раз одно и то же приходишь. Дофига людей. И все записаны одно и то же время. Сидела, ждала, тратила свое драгоценное время. Одно дело, ты сам пришел раньше или ты пришел чуть позже назначенного времени. А другое дело, ты приходишь прям тютелька в тютельку. И все там, дофига народа. Берем лимончик. Не этот, а вот этот. И вот так вот поливаем. Прыски во все стороны. Так, теперь можно приступать. Берем самую большую начнем. Немножко напоминают мне лично креветки. Просто креветки имеют не настолько выраженный вкус. Здесь как бы вкуснее. А еще я никогда не пробовала устрицы. Вообще без понятия. Но я знаю, что это что-то похожее. Но, к сожалению, никогда не ела. Давайте поотвечаю на вопросы. У меня нашла тут самый интересный вопрос. Касательно запретов. Девушка Руслана, ее зовут, пишет. В кавказских семьях очень много запретов. Какие запреты ставят перед тобой? Я бы не сказала, что у нас такая, знаете, типичная кавказская семья. И я сталкиваюсь с большим количеством запретов. Такого нету. Мои родители всегда затопили за то, чтобы их дети были счастливы. А никто что подумает. Например, папа. Никогда не было такое, что папа мне запрещал одевать какую-то коротенькую юбочку. Или, например, какие-то шорты, неноси это и все дела. То есть никогда не было таких запретов. Папа у меня очень современный. Понимающий. И всегда пытался понять, прежде всего, своего ребенка. Насчет парня. Видите, конечно, какие-то вещи, которые ему не нравятся. Например, ему не нравится, когда я что-то рассказываю про наши отношения здесь. Благо он мои видео не смотрит. И формат мукбанка, это не его. Например, иногда бывает такое, что я засниму какое-то видео в ТикТоке. И там, например, видно грудь. Ну, откровенное какое-то платье. И у него тут начинается сразу. У нас в прошлый раз был скандал из-за того, что я, короче, сняла видео. У меня там видна грудь. И виден животик. И я хотела залить это видео в ТикТок. Что я сделала? Я отправила своему парню и написала ему, что можно я его выложу. И он тут так разозлился. Он говорит, что неужели ты не понимаешь, что скажут мои родственники, что скажут мои родители, что скажут мне троюродный брат, двоюродного отца. И был скандал просто из-за того, что... Надеюсь, что они посмотрят это видео. Из-за того, что я осмелилась подумать, могу ли я выложить такое видео. Блин! Ну, блин! Что ты будешь делать? Короче, видео было очень крутое. К сожалению, я его даже не залила. Просто взяла, удалила. Просто я иногда думаю, у меня хорошая фигура. Если не сейчас. Когда это все показывать? Когда этим любоваться? К сожалению, вот так вот. Но, с одной стороны, я его тоже понимаю. Например, наши семьи очень отличаются взглядами на жизнь, например. Я понимаю, что, например, его брату, его родственникам не понравятся эти танцы. Вот. Поэтому стараемся быть как-то поскромнее. Острые. Надо в следующий раз их предупредить, чтобы они не были настолько острые. Я плюс еще и не люблю острые. Вот. Поэтому у меня прям из ушей пар. Так, польем немного. Лимончиком. С лимончиком вкуснее. А так прям каких-то запретов нету. Даже, знаете, одно время, когда еще не было этого коронавируса, мы с Шелли планировали поехать отдыхать за границу вдвоем. И он не был против. Ну, по крайней мере, тогда так говорил. мы уже все выбирали, куда мы поедем. Хорошо, что путевки не купили. А потом это все началось пандемия. Хорошо, что не поехали. Прикиньте, поехали бы мы и остались где-то там за границей. Вдали от Родины. На этом все. Если вам не тяжело и хотите сделать для меня небольшой подарочек, то подпишитесь, пожалуйста, на мой канал. Если все равно вы меня смотрите и пишите хорошие комментарии, что вам стоит просто нажать на эту кнопку и подписаться. Всех люблю, целую. С вами была Эмили. До свидания. До свидания.